Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай Сейчас мы выехали на очередной объект Объект наш, смотрите, вот этот дом, не вот этот старенький, основной жилой дом Сейчас он основной, да? Пока этот дом стоит, тот строится А потом, конечно, этот дом сносится, как правило Вон наша шахта Ко мне заказчик обратил следующую проблему Дом строится, посмотрел на канале нашей работы Попросил Дмитрий, приедь, пожалуйста, сделай мне дымоход Единственное у него условия, которые были Это первое, IC304 толщиной 1 мм Там прямоугольная кирпичная кладка Мы сейчас зайдем вовнутрь, я вам покажу IC304 1 мм И чтобы вверху была труба цвет крыши 8017 коричневого То есть, что мы будем делать? Мы будем ставить, давайте, пускай пойду Мы будем ставить овальную трубу 100х200 На котел будет напольный Заказчик сначала говорит, давай, Дмитрий, 130-й выход Я говорю, нет, 130-й не пойдет Почему? Потому что вдруг вы захотите там другой котел Что-то у вас поменяется Перейдете на 150-й А мы сделаем троник 130-й Нет, поэтому лучше потом поставить переход Со 130 на 150, чем со 150 на 130 Продолжение сечения по строительным нормам запрещены С меньшего на большего вы перейти можете А с большего на меньшего нет, ни в коем случае Вот наша шахта Мы поставим вот тройнички Миллиметровка IC304 на раструбе Вот в таком исполнении 100х200 соответствует 150-му круглому диаметру Поставим одно крепление, второе И пойдем вверх Вверху мы поставим уже утепленную трубу Условия, которые заказчик перед вами ставит Толщина металла 1 мм Она у меня есть В 304-м исполнении Да, и на газовое котел это должна быть 300-я марка 304, 316 Ну, 316-я это круто Но, как правило, самый оптимальный вариант Это 304-я марка Мы начинаем работать Вы смотрите Все нюансы, какие-то вопросы Если монтажные будут возникать Ну, здесь вроде бы шахта вся ровная Дом новый Дом не переделывался Поэтому все строится Ну, я посмотрел там, слава богу, канал ровно А это бывает, к сожалению, сейчас редко Сейчас я расскажу немножко Ситуацию проблемную Смотрите Между крышем и свесом Буквально метр расстояния До соседнего здания Когда мы сюда приезжали Вернее, фотографии, когда мне скидывали Заказчик не сфотографировал этот дом И, слава богу, что был Здесь леса можно было выставить И мы лестницу уже Использовали скат крыши соседнего дома Как опору И лестницу закидывали уже на ту сторону Так, сейчас я нахожусь на крыше Смотрите Во-первых, труба стоит 100 на 200 Овальная Овальная труба Толщиной металла 1 мм То есть внутри она не изолирована Когда у вас стоит вопрос в изоляции Очень часто у меня подписчики задают Стоит ли изолировать трубу внутри Здесь надо смотреть на следующее На газовых котлах изоляции лишней не будет Сейчас мы говорим про газовые дымоходы А здесь изоляция Сам грибок кирпично обшит Если у вас стоит выбор Обшивать грибок или нет Обязательно обшивайте Потому что Конденсат на стороне будет А промерзание будет А так За счет того, что Утеплитель стоит То есть появляется барьер Холоду до трубы Гораздо тяжело пройти И труба будет относительно теплой Здесь вверху Ставит утепленная труба То есть стоит Начало-переход Вот здесь переход 100 на 200 На трубу Круглого диаметра 150 И пошли мы Полметра трубы поставили Она в цвет полимерица 80-17 Цвет кровли Для того, чтобы была коричневая Еще раз напомню Это одно из условий заказчика И насадка верхняя Никаких грибков ставить не надо Нельзя и я вам не советую Особенно это газовые котлы касаются Если даже вот в этом варианте Поставить грибок Газы, которые будут выходить Это теплый воздух А на улице у вас холодно Появляется конденсат И он начинает течь у вас Вот здесь Начинает течь И со временем портится полимерка Это раз Потом портится у вас Вот этот грибок И потом эта гадость Начинает течь На обшивку И соответственно Секает на кровлю Сомневаюсь в моих словах Посмотрите пожалуйста У соседей У которых стоят грибки Как у них Ведет себя к кровле И вы увидите Конечно пишите в комментариях Если я где-то не прав Но из практики скажу так Рано или поздно Вы либо грибок снимете Либо поменяете Вот этот общий грибок Может быть обшивку Потому что это очень-очень Некрасиво Когда появляется ржавчина У вас на доме Вы живете Вы хотите красоту Вы на это изначально Затратили большие деньги Поэтому не ставьте грибок И у вас будет все хорошо Хорошо Я теперь давайте Спучусь вниз Просто реально холодно Мне честно Даже тяжеловато Немножко говорить Я сейчас нахожусь Уже в самой котельне Смотрите Давайте перед тем Как перейти к дымоходам Когда вы покупаете Атмосферный котел Обязательно должна быть Вентиляция Видите вентиляция С левой стороны Вам никто не примет Дом Не подпишет акты Если Узначить эксплуатацию Системы дымоудаления Когда нету вентиляции Поэтому обязательно Вентиляция должна быть Теперь смотрите Когда ко мне заказчик обратился Он говорит Дмитрий Я хочу овальную трубу 100 на 200 Потому что у него В канал проходит Канал 140 на 250 Хочу трубу 100 на 200 С тройником Выходом под 130 То есть он про этот тройник говорил Говорю Почему 130 Потому что я уже Выбрал газовый котел У него выход 130 Газовый котел Будет напольным Окей Еще говорит Толщина была 1 мм Хорошо Теперь смотрите Если вы захотите К примеру Поменять котел С выходом на 150 Который будет Что вы будете делать? Он задумался Говорит Дмитрий Делайте так Как вы считаете нужным Если там вопрос перехода Говорит Там 12 долларов Значения никого не имеет Тогда Ставьте 150 Как вы рекомендуете Да Я рекомендую поставить 150 Потому что вы Можете перейти С меньшего диаметра На больше Но вы не можете Перейти с большего диаметра На меньше И представьте У вас на котле 150 выход А здесь у вас 130 Это неправильно Так не должно быть Поэтому обязательно Лучше поставите Больше диаметра Потом поставите Переходик Аккуратненький И все И все будет сделано По нормам И для котла Никаких проблем Не будет у вас Для его работы По крайней мере Потом обязательно Вы должны обратить внимание Что ревизионный карман Вот это называется Ревизия Прочистка Что мы сделали? Мы поставили Сюда сборник конденсата С боковым выходом В дальнейшем Сюда металлопластиковая труба Либо полипропиленовая труба И выведется в канализацию Все Будет автономно Не надо вам сюда заглядывать Не надо знать Ни в каком вам конденсате Вы про него даже не будете знать Что он у вас есть Потому что у вас система Будет автономна Никаких кранов сюда Ставить не надо Они не нужны Потому что вы Забудете кран Открыть Конденсат На счет подниматься И рано или поздно Где-то вытечет Потом мы поставили 25 сантиметров Но она была вставлена Сюда с точки зрения Эстетики Первую очередь Потому что можно Поставить было Тройник сюда Но решили поставить Наоборот Ревизию Вот это вот заглушка То есть Вы открываете ее Прочищаете Если вам надо Достаете И спасаете Если надо же Снова птичку Волшебную Которая решила К вам погреться И выпускаете ее Пришли пожарные Пожалуйста Держите Проверяйте Никаких проблем Тяга Все хорошо Все окей Все достойно Вот такие вот Два крепления стоят Для того чтобы Сейчас трубу отцентрировать Чтобы влево-право Она не ходила И дальше Вот это вот Врезка идет Все Напольный котел Человек уже любой Выберет Через год Через два Через три Через пять лет Со 150 выходом Да их целое море Их куча Никаких ограничений Также я еще сюда Изначально Заказчику не считал Вот эти вот вставочки Для чего они нужны Объясняю для чего Они нужны Отделки еще Нету Я когда приехал Я говорю Давайте я вам предложу Еще две вставочки Для того чтобы При отделке Вы потом не были ограничены Ну вернее Он сначала первый Этот вопрос поднял Что ему делать Я ему предложил Привез И две вставки Поэтому не волнуйтесь Теперь Я их оставлю В таком варианте Как они есть Когда уже придет Вопрос отделки Заказчик уже сам Я ему пометил Где нужно обрезать трубу Видите крестики Красного цвета Заказчик уже сам Обрежет трубу На то расстояние На ту глубину Которую ему надо И спокойно Спокойно Стену облицует Сделает отделку Все Вот с этим монтажом Дымохода Поверьте Никаких проблем У вас не будет Старайтесь покупать Сертифицированную продукцию Ну здесь заказчик попросил Дмитрий Давай поставим мы единицу А вдруг я потом захочу Твердотопливный котел поставить Ну не проблема Поэтому здесь Просто заказчик Уже сам перестраховался Говорит ну тоньше Вернее толще не тоньше Ну да Я здесь им согласен Ну как бы Человек может себе Позволить поставить Ну почему нет Это его желание Поэтому если это было бы Не обоснованно Я бы его отговорил Ну вот здесь Никаких проблем Хуже по крайней мере Не будет Все Делайте дымоходы правильно Если не знаете Как делать правильно Подписывайтесь на мой канал Смотрите Следите за моими работами Если вы наняли кого-то На работу И строители Есть какие-то у вас Вопросы возникают Я говорю Показывайте видео Потому что я знаю Что сейчас моим видео делится Активно Людям показывают Заставляю строителей Переделывать дымоходы Это тоже нормально Потому что встречается Такое что Собирают дымоходы По дыму А ни в коем случае Здесь собирать нельзя Они даже собираются Все только по конденсату Поэтому если вам Строитель собрал Систему по дыму А что значит Система по дыму Это когда система Собрана наоборот Вот эта система Собрана как Ливневая система Конденсат стекает Если вы собираете Наоборот У вас конденсат Начинает свететь И вся отделка Которую вы делали Вся штукатурка Не дай бог Венецианка Еще будет стоять Все будет под замену Поэтому если вы увидели Что строитель вам Собрал систему По дыму Заставьте его переделать Пусть переделает Конечно Потому что Когда вы с ним Расплатитесь Когда он получит Уже свое денежное Вознаграждение Вы его потом Не сыщите Никто переделывать Не будет У меня много Объектов Которую переделываю А строители Просто не поднимают трубки Но это есть Это везде В стройке К сожалению Это так Все С вами был Дмитрий Михайлов Comment by Подписывайтесь на мой канал Заказывайте мне монтаж Дымоходов Всем конечно Хорошего настроения И монтируйте дымоходы Правильно Пока